Приветствую вас, и, к сожалению, вы не совсем верно понимаете мужскую логику. Дело в том, что если начальник действительно агонированных к вам бичит, то вы для него напоминание о том, чего бы он хотел, он хотел бы быть с вами, встречаться с вами и так далее, и чего он достичь не может. И вы для него постоянно раздражающий фактор. То есть он вроде бы и хочет быть с вами, вы вроде бы ему симпатичны, но с другой стороны, у вас отношений никаких нет, кроме деловых, вы не свободны оба, для вас это пункт, и таким образом начальник как бы постоянно не удовлетворён тем, что происходит между вами. И эта удовлетворённость его раздражает, мешает ему. мешает ему ощущать себя спокойно, комфортно и так далее. И вот именно поэтому он может уволить вас, как раз таки потому, что неровно к вам бичит, чтобы избавиться от раздражающего фактора, чтобы избавиться от вас, от постоянного напоминания о его неудачах, от постоянного напоминания о том, что он чего-то достичь не может, что ему что-то недоступно. Ведь это очень сильно задевает его самолюбие, задевает его гордость, задевает его самооценку, заставляет чувствовать себя беспомощным и так далее. Начальник, то есть человек, который привык командовать, привык руководить, привык управлять, понимает это как нехарактерное для него чувство и хочет от него избавиться. Вы, к сожалению, для него не являетесь никем иным, кроме источником этого раздражения. И поэтому оставить вас на работе, продолжать работу с вами, значит, по сути, обречь себя на продолжение этого самого раздражения, чего начальник, по всей вероятности, не очень-то и хочет. У него хватило культурности, хватило вежливости, не увольнять вас просто так, но теперь, когда намечаются сокращения, он уволит вас под благовидным предлогом, оставит напарницу, которой у него ничего нет, или которая более доступна, чем вы, в плане, так сказать, интрижки или служебного романа. То есть с ней ему лучше, спокойнее и комфортнее, с ней он чувствует себя в большей степени начальником, чем с вами, и это является для начальника, для вашего мужчины определяющим фактором. Поэтому ваши мысли о том, что если бы у него были к вам чувства, он бы вас не уволил, они неверные, они неправильные. Мужчины бывают разными. И кто-то предпочитает добиваться, добиваться, добиваться упорно, а кто-то, кто-то, например, предпочитает просто избавиться от объекта, которому он неравнодушен, дабы не иметь соблана, дабы не иметь раздражителя, чтобы это не влияло на, по мнению мужчины, его детям. Поэтому уволят, может уволят, совершенно спокойно может уволят, как раз таки именно из-за того, что неровно дышит. Потому что если бы он был к вам равнодушен, он бы осуществил эффективность работы вас, эффективность работы напарницы, и по эффективности оставил бы вас. Но он оставляет напарницы, это говорит о том, что он не объективно рассуждает, не профессионально, а основывает на своих личных предпочтениях. К сожалению, ваш начальник не очень хороший профессионал, распозволяет себе мыслить подобными категориями, подобными образами, что может привести к достаточно печальному исходу в его отделе или в фирме, где вы работаете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.